Более 350 миллионов рублей задолжали ежкаролинцы за услуги ЖКХ. Это не считая оплаты квитанций за электро-газоснабжение и капитальный ремонт. По данным мэрии города, если ранее судебные меры применялись только в отношении злостных неплательщиков, то теперь иски в суд возможны даже при сравнительно небольшой сумме задолженности. Сейчас в своих квитанциях, выставленных Единым расчетным центром республики, должники уже увидят суммы пени, начисленные за просрочку платежей. Напомню, с учетом повышения ставки рефинансирования, размер пени достигает 30% годовых. Если за первый месяц задолженности пени не начисляются, то за второй и третий месяц они начисляются за каждый день просрочки. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги является одним из актуальных вопросов для мэрии города. И не только для мэрии города, так же для управляющих компаний, для ресурсоснабжающих организаций и для Единого расчетного центра. Мы активно взаимодействуем с данными организациями. Единым расчетным центром при взаимодействии со службой судебных приставов ведется активная претензионная работа. Но все-таки этого недостаточно. Мы взываем гражданам, чтобы они проявляли сознательность и своевременно и в полном объеме оплачивали за жилищно-коммунальные услуги платежей. Судебная претензионная работа будет продолжаться. Управляющие компании вводят такую практику, как приостановление предоставления коммунальных услуг злостным неплательщикам. Сейчас в исполнительном производстве службы судебных приставов по республике Мариел исков к должникам за услуги ЖКХ находится на сумме около 26 миллионов рублей. Напомню, в случае, если расходы на коммуналку, большей долей расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, то можно получить субсидию. За оформлением субсидий следует обратиться в Центр предоставления мер социальной поддержки населению в Ешкар-Але по адресу машиностроителей, дом 6-Б или в отделение МФЦ. Субтитры создавал DimaTorzok